здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут елена ермина я рада вас приветствовать на своем канале на просторах интернета в свободном доступе я очень часто вижу данную модель удлиненного кардигана можно даже назвать это летнее пальто и решила с вами поделиться этой замечательной идеей а также мы с вами разберем принцип вязания узора его вместе свяжем и посмотрим как смотрится узор также хочу с вами поделиться схемой вязания модель которую вы видите на фото удлиненный кардиган пальто связан с точным рукавом как вязать в точной рукав окат рукава пройму горловину вы можете посмотреть в описании под этим видео разверните описание и там вы найдете для себя очень много полезной интересной и ценной информации также ссылки на видео я оставлю в первом комментарии под этим видео проходите по ссылочкам и вяжите подобным образом данную модель кардигана можете связать жакет будет очень красиво смотреться если вы не любите не умеете вязать вещи с точным рукавом там свяжите гораздо проще можно связать данную модель со спущенным рукавом это же будет довольно таки неплохо смотреться вяжите тело жакета можно вязать разными деталями деталь спинки отдельно то есть три части вяжите третья часть спина левая правая полочка и здесь вот выполняйте боковые швы можно вязать единым полотном все части вместе здесь допустим у вас будет начало вязания и вот так вот вяжите по кругу и окончание вязания у вас будет начали с левой полочки закончили с правой полочки то есть вяжите полочку спинку и и вторую полочку одновременно единым полотном потом просто довязали до уровня проймы разделили и вяжите каждую почку спинку отдельно вырез горловины также ссылочку как связать я оставлю в описании под видео если все равно не поймете по мастер-классу то свяжите квадратный вырез горловины а в результате обвязки можно вот этот угол его округлить и будет красивый круглый вырез как связать вырез горловины за счет довязали до линии формирование выреза горловины и здесь вот до линии плеча вяжите прямыми обратными рядами то есть туда-сюда туда-сюда высота выреза горловины может быть разный от 8 до 14 сантиметров здесь вот в глубину выреза вы сами определяете ширина от 18 до 24 это зависимости от размера одежды которые вы носите оптимальный вырез горловины 20 22 сантиметра это оптимальный 18 это не очень большой кого под горлышко получается все связали значит тело оформили вырез горловины вяжите рукава рукава либо вы можете связать расклешенные вот здесь можете связать трубой если не умеете делать прибавки не здесь у вас будет место сборки шов присоединяете рукав высота проймы тоже зависит от размера 18 и 24 сантиметра в результате примерки вы определяете высоту проймы этот вариант вязание для начинающих рукодельниц как легко и просто связать теперь давайте посмотрим сколько же петель необходимо набрать для того чтобы приступить к вязанию количество петель зависит от того какую вещь вы вяжете кардиган жилет пальто либо жакет если вяжите жакет то измеряйте обхват груди значит жакет обхват груди нас интересует если вяжите кардиган пальто либо удлиненный жилет то здесь нас интересует обхват бедер значит жилет удлиненный кардиган пальто данная модель жакета связана вот таким очень красивым легким в исполнении узора вяжется узор очень просто быстро легко и смотрится смотрите как привлекательно подойдет для вязания многих вещей значит раппорт узор состоит из четырех рядов высоту и 12 петель ширину значит основа рапорта вот он вот этот два вот этих элемента и здесь вот уже идет второй раппорт высоту давайте с вами снимем измерением для того чтобы сделать расчеты перед тем как приступить к вязанию какой-либо вещи всегда вяжите образцы без вязания в 1 образцов сложно подобрать пряжу и приступить к вязанию выполнить необходимые расчеты я всегда начинаю вязание связание образцов без этого никак связали образец провели работы по вту постирали высушили естественным способом отпарили и только после этого делаете контрольные замеры значит перед тем как сделать в то снимаете замеры и после в того снимаете замеры и смотрите как у вас образец растянулся до усадку ли какие изменения вообще произошли с продал с образцом чтобы вот вот это все учесть все все свойства пряжи смотрите у меня значит 12 петель 1 раппорт 4 сантиметра записываем раппорт 12 петель примерно 4 сантиметра это ширина одного раппорта выполняем расчеты если мы допустим вяжем жакет для обхвата груди 100 сантиметров это размер 50 российский значит далее сколько же нам нужно раппортов набрать вот знак вопроса сколько считаем следующим образом 100 обхват груди делим 4 сантиметра это образец ширина одного раппорта 1 раппорт напишу ширина получаем общее количество раппортов 25 раппортов всего 25 раппортов делим на 2 получается 12 плюс 12 и плюс 1 это остаток распределяем следующим образом смотрите на деталь спинки спина 12 раппортов перед у нас две полочки это будет все перед 12 раппортов на перед перед у нас состоит из левой и правой полочки левая полочка правая полочка 6 и 6 то есть на каждую полочку по 6 раппортов и не забываем на здесь один рапорт был в остатке вот этот один раппорт мы добавляем к левой полочке получаем 7 и правой полочки мы добавляем тоже один раппорт на свободу прилегания так как у нас идет жакет жилет чтобы у нас полочки кардиган не распахивались мы почки вяжем чуть чуть шире чем спинка и при этом учитываем еще несколько сантиметров на свободу прилегания свобода прилегания для жакетов кардиганов 46 сантиметров и в итоге у нас получилось по нашим расчетам количество раппортов общее количество раппортов значит смотрите 12 спина плюс 7 левая полочка плюс 7 правая полочка равно 26 раппортов умножаем на количество петель в одном раппорте 12 петель 26 умножаем на 12 получаем 312 петель и вот эта цепочка 312 петель это начало вязания жакет вяжем либо кардиган пальто снизу вверх направлении вязания значит для 50 размера по нашей методики расчета получается необходимо связать в первом ряду 26 раппортов при этом набрать 312 петель все теперь вы снимаете со своей фигуры измерения зависимости от того что вы вяжете либо объем бедер либо объем груди и делайте по моей методике расчеты также в описании под видео смотрите мои мастер классы как мы вязали похожую модель и смело приступайте к вязанию жакета кардигана а сейчас мы с вами разберем принцип вязания очень красивого легкого ажурного узора легких нам петелек для образца набираю цепочку из 25 воздушных петелек раппорт узора состоит из четырех рядов в высоту и 12 петель в ширину мы с вами свяжем 2 раппорта я набираю цепочку плюс одну две петли дополнительно всего у меня будет в цепочке 27 воздушных петель 1 петля идет для симметрии раппорт 12 петель вяжем первый ряд 3 воздушные петли они у нас засчитываются как за один столбик с одним накидом в основании четвертой петли провязываю столбик с одним накидом с учетом вот этих трех петелек подъема по счету это у нас второй столбик с одним накидом далее в каждую петлю цепочки вяжем по одному столбику с одним накидом всего должно быть связано 25 столбиков с одним накидом с учетом 3 петель подъема 3 петель подъема по одному столбику с тиму гостюня на петель подъема по одному с учетом и появляется действие торбик с задъема по одному и чай о5 степочке введение correctи не на ампу аalt. Но, у нас воздушно с конструкцией и не присутствием их до дверей подъема с вот таким образом вяжем 25 столбиков вяжем второй ряд цепочка из 5 воздушных петель разворачиваю вязание на другую сторону пропускаю 1 2 столбик вершину 3 под косичку то есть за переднюю и заднюю стенку прокалываю крючок и провязываю 1 столбик без накида 2 воздушные петли 1 2 пропускаю три столбика 1 2 3 вершину 4 опять же под косичку вяжем веерочек из 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 2 воздушные петли 1 2 пропускаю 1 2 столбика 3 и вершину 4 вяжем 1 столбик без накида цепочка из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускаю 3 столбика 1 2 3 вершину 4 под косичку вяжем 1 столбик без 2 воздушных петель 1 2 2 2 3 вершину 4 под косичку провязываю веерочек из 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 4 5 2 воздушные петли 1 2 пропускаю 3 столбика 1 2 3 вершину 4 провязываю под косичку 1 столбик без накида 2 воздушные петли 1 2 пропускаю вот этот столбик с одним накидом и вот в эту первую петлю от столбиком вяжем в основании петли 1 столбик с одним накидом все связали с вами 2 раппорта давайте теперь разберем из чего же у нас состоит раппорт узора раппорт узор состоит из 12 петель в основу раппорта входит петелька вот эта первая петля где мы вязали с вами веерочек из 5 столбиков с одним накидом начало раппорта заканчивается раппорт петелькой вот этой перед столбиком из вершины которого мы вязали 2 веерочек значит от веерочка петелька до следующего веерочка вот эта петля здесь 12 петель основа одного раппорта и в раппорт входят следующие элементы веерочки из 5 столбиков с одним накидом цепочка из 2 воздушных петель 1 столбик без накида цепочка из 5 воздушных петель 1 столбик без накида цепочка из 2 воздушных петель вот этот второй веерочек это начало второго раппорта и давайте посчитаем петельки 1 петля веерочек раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 в 13 петлю вяжем уже начало второго раппорта с рапортами мы разобрались высота раппорта 4 ряда вяжем третий ряд 1 воздушная петля подъема разворачивайся не на другую сторону вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида 2 воздушные петли 1 2 теперь вершину каждого столбика с одним накидом мы будем с вами вязать под косичку это значит за переднюю заднюю стенку по одному столбику с одним накидом между столбиками вяжем одну воздушную петлю первый столбик с одним накидом 1 воздушная петля 2 столбик с одним накидом 1 воздушная петля 4 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 поверх цепочки из 5 воздушных петель вяжем 1 столбик без накида смотрите можно вязать поверх цепочки а можно вязать в третью петельку 1 2 3 в третью петлю проколоть и крючок и вяжите 1 столбик без накида так вот у вас будет столбик зафиксирован 2 воздушные петли и вяжем 2 раппорт вершину каждого столбика вяжем по одному столбику с одним накидом 1 столбик 1 воздушная петля 2 второй столбик 1 воздушная петля 3 столбик с одним накидом 1 воздушная петля 4 столбик с накидом 1 воздушная петля 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петля так здесь мы провязываем с вами две воздушные петли 1 2 и третью петельку подъема отсчитываю раз-два-три провязываю 1 столбик без накида все связали с вами 3 ряда вяжем крайний ряд раппорта номер 44 воздушной петли разворачивай за не на другую сторону сейчас мы вершину каждого столбика с одним накидом будем провязывать по одному столбику с одним накидом каждый столбик вяжем под косичку и между столбиками здесь уже провязываем 2 воздушные петли 1 столбик провязала 2 воздушные петли 2 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 4 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 5 столбик с одним накидом все связали 1 раппорт приступаем к вязанию 2 раппорта точно также вяжем вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петли второй столбик с одним накидом 2 воздушные петли 3 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 4 столбик с одним накидом 2 воздушные петли и 5 столбик с одним накидом 2 накида на крючок чтобы выровнять край по высоте ряд по высоте и вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с двумя накидами все выровняли край и связали один рапорт высоту значит смотрите раппорт у нас узора состоит из четырех рядов 1 2 3 4 мы связали с вами один рапорт сейчас я покажу вам как приступить к вязанию 2 раппорта буду вязать 5 ряд точно так же как вязали первый ряд 5 ряд состоит из столбиков с одним накидом 5 ряд либо первый ряд 2 раппорта провязываю 3 воздушные петли они засчитываются как за первый столбик с одним накидом далее мы будем вязать 25 столбиков с одним накидом также как в первом ряду вершину столбика с одним накидом под косичку провязываю второй столбик с одним накидом между столбиками провязываю 3 столбик с одним накидом вершину столбика 4 между столбиками 5 сюда же 6 вершину столбика 7 между столбиками 8 9 вершину столбика 9 вершину столбика 10 а вот между этими столбиками всего лишь 1 от 11 далее вершину столбик столбика 12 между столбиками вот этими 13 вершину столбика 14 между столбиками 15 я вот давайте две колбиками семнадцатый и 18 вершину столбика 19 между столбиками двадцатый и 21 вершину столбика 22 между столбиками 23 вершину столбика 24 и 4 петельку подъема 25 вот так вот распределились столбиками столбики для того чтобы их было 25 точно так же как в первом ряду все связали с вами образец вот так вот такой получается у нас рапорт и первый ряд 2 раппорта далее для того чтобы продолжить вязание вы перематываете видео на начало вязания второго ряда и вяжите вместе со мной со 2 по 5 ряд все время повторяйте вязание 2 3 4 5 ряда и и дальше второй 3 4 5 и так далее вяжите до нужной вам высоты длины изделия связала я образец здесь у меня два раппорта высоту и 2 раппорта в ширину давайте рассмотрим образец поближе я вязал прямыми и обратными рядами также можно связать узор по кругу виду узора с одной стороны и с другой стороны узор получается двухсторонний и как его расположить где изнанка где лицевая сторона здесь вы уже смотрите сами какая сторона вам больше всего нравится если вязать узор только по кругу все время по часовой стрелке то он будет смотреться гораздо интереснее как вы сами убедились если вязали вместе со мной образец узор вяжется очень легко просто и быстро легко запоминается и даже не потребуется вам схема для того чтобы продолжить вязать узор данный вид узора летний вариант и подходит для вязания таких вещей как кардиган летнее пальто жилет можно связать топ маечку кофту джемпер шапочку будет очень неплохо смотреться вот такой вот он очень простой а смотрится довольно таки интересно я думаю вам тоже понравился если даже вы не будете вязать данную модель кардигана пальто то вы можете воспользоваться мои мастер-класса и связать себе этим узором какую-нибудь красивую вещь сохраните обязательно данное видео у себя в плейлистах и не забудьте поделиться сделать репост мастер-класса своих социальных сетях как связать кардиган пальто вы можете воспользоваться моим бесплатным мастер-классом и вязать по принципу жакета незабудка там я рассказывал как связать окат рукава пройму вырез горловины сделать расчеты и много интересной полезной информации для начинающих вязальщиц все вспомогательные материалы у меня находятся в описании под этим видео разверните описание также можете посмотреть в первом комментарии под этим видео и приступайте к вязанию легких вам петелек с вами была елена ромина всем пока пока до новых встреч на моем канале удачи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...